Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. После ссоры из-за сообщения Вани Барсикова Марине Африкантовой, Лиза и Ваня снова помирились и счастливы. Полыгалова пишет, главное смотреть в одну сторону со своей второй половиной и понимать друг друга. Мне повезло. Марина Африкантова не понимает, зачем ведущие отправляют ее на Сейшелы. На поляне мне все безумно нравится, меня полюбил коллектив и даже ухажеры появились. Зачем мне Сейшелы, я не могу понять. Мама Марины Татьяна Владимировна проболталась в видеотрансляции, что Марина может задержаться на Сейшелах до осени. 17 апреля туда летит Ольга Орлова и новый состав. На Сейшелы уже прилетел Дмитрий Гусаков, он публикует фотографии с острова. Похоже, что Вика Комиссарова и Антон Шоки все-таки помирились. «Любовь она такая», – написала Вика. У Ольги Бузовой состоялся первый сольный концерт. Она презентовала сразу две новых песни. Концерт прошел с абсолютным аншлагом. Все билеты в клуб были раскуплены за рекордное время. И на танцполе было настолько тесно, что отдыхающие устроили давку. Новенькая участница Карина Буримова сама покинула проект. Девушка поняла, что это не ее место. Либерш к Падону вместе со своей подругой воплотили мечту в реальность. Они совместно открыли салон по лазерной эпиляции и удалению татуировок. Вова Гаути решил себе сделать ринопластику. Он даже поругался с семьей, его родители были против операции. Саша Артемова ответила на вопросы подписчиков по поводу свадьбы с Женей Кузиным. Саша собирается лететь в Сочи, заказывать свадебное платье. Также они решают, где будут проводить свадьбу. Ей хотелось бы в Греции, но не все могут полететь туда из-за паспортов, поэтому придется играть свадьбу в Москве. Все мы хорошо помним историю с предновогодним изгнанием Глеба Жемчукова за стены дома 2. Его потом даже не пустили на новогодний концерт, где призы расставали всем, даже Ебарову. Но похоже, что организаторы тогда осерчали вовсе не на Глеба. Он исправно выполнял все задания и условия, а на Ольгу Ветер. Это она тогда испортила отличный сценарий с примирением супругов. И именно Ольгу Ветер до сих пор не пускают на проект. Глеб же был допущен обратно к кормушке. Он принимал участие на съемках шоу в городских квартирах. Вернется ли он совсем на проект, будет видно из дальнейших эфиров. Бывшая участница дома 2 Лиза Шароха сообщила своим поклонникам о том, что беременна. Судя по всему, это не первоапрельская шутка. Недавно Вика Романец в видеотрансляции тоже говорила о беременности Лизы. Катя Токарева пообщалась с подписчиками в прямом эфире. Девушка скучает, но не по проекту, а по старому составу участников. Катя вместе с Юрой Слободяном живут уже 4,5 года. Они венчались, детей не планируют. У Юры до сих пор нет гражданства, только вид на жительство. Раньше он работал диктором на местном телевидении, сейчас без работы. Катя работает юристом, она помогает беженцам получать гражданство и вид на жительство. Из бывших участников Токарева общается в соцсетях с Венциславом Венгржановским и с мамой Лерой Мастерко. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.